К эфиру нашего телеканала присоединяется спикер командования воздушных сил Украины Юрий Игнат. Юрий, здравствуйте, рады видеть вас. Здравствуйте. Да, добрый день, приветствую. Юрий, давайте начнем с важных заявлений, прозвучавших накануне. Украина получит 42 американских истребителей АФ-16 после тренировки пилотов и инженеров. И это только начало, это слова президента Украины Владимира Зеленского по результатам переговоров с премьер-министром Нидерландом Марком Рюте. Он назвал эти достигнутые договоренности еще одним шагом по усилению воздушного щита Украины. Кроме того, мы слышали, что самолеты передаст Дания. Первые шесть истребителей АФ-16 должны быть в Украине ближе к Новому году. Об этом заявила премьер Мэтта Фредериксон. Юрий, считаете ли вы и ваши коллеги данное событие уже с двигом с некой мертвой точки? Так много мы ранее говорили о такой важной и нужной авиации для Украины. Ну то, что случилось, должно было произойти. Мы об этом говорили и страны эти обсуждали, которые имеют в наличии те самолеты, которые мы можем получить, которые реалистично, скажем так, получить для обороны нашей страны. Это Ф-16, безусловно. И поэтому мы вспоминали и страны Дания, Нидерланды, Бельгия, Норвегия, еще страны, которые имеют в наличии эти самолеты и которые хотят перейти на более новый тип Ф-35. Поэтому я думаю, что еще будут, возможно, какие-то другие заявления, другие планы, перспективы на то, что Украина получит еще самолеты. Ну, кроме этого, вы видели еще накануне, это был визит в Швецию. Это шведские гриппины тоже рассматриваются как то, что может дополнить парк Ф-16 еще одним типом. Ну, какое будет решение принято, это уже зависит от высшего руководства, от нашей, от стран-коалиции, в консультациях с которыми мы проводим постоянно эту работу. Поэтому, ну, гриппин, скажем так, как и Ф-16, имеет похожие тактико-технические характеристики, тоже многоцелевой самолет с похожей на милдоктуры вооружения. Большинство этого выражения может как там, так и там, висеть под крыльями, скажем так, на этих двух типах самолетов и на других натовских образцах. Поэтому, единственное, да, что гриппинах не так много, к сожалению, а вот Ф-16 есть в мире достаточных, которые можно модернизировать, которые можно будет брать на вооружение и ставить его к основным типам самолета. Поэтому это, безусловно, официальные уже подтверждения, официальные заявления с официальным утверждением в Соединенных Штатах, потому что без этого нельзя передавать технологии, произведите которых в Соединенных Штатах. Поэтому то, что случилось, это, конечно же, большой, огромный шаг еще один к тому, что Украина получит. Ну, осталось, да, обучение, конечно, пройти и уже прилететь на них в Украину, как можно быстрее. Об этом мечтают наши летчики, об этом мечтает вся страна. Да. Юрий, вы уже упомянули самолеты шведских гриппин, и Владимир Зеленский накануне говорил о том, что украинские пилоты начали тестовые уже испытания на этих самолетах. Скажите, есть ли какие-то первые отзывы от наших пилотов? Ну, два дня прошло, выходные, скажем так. Ну, понятно, что у нас выходных нет сегодня, и у нас, и там, где учатся наши летчики, как это было и с Петриотом, где обучались военнослужащие, тоже сказали, что минимальное количество выходных, фактически полдня там в неделю, они давали отдохнуть, и они работали. Ну, отдыхать тоже надо, понятно, но летчиков там не так много. В Швеции они проводят, действительно, сейчас проводят тестирование, анализируют, как можно использовать и этот тип самолета. Командующий по ветрене в связи, генералом Никола-Дачук, был тоже там во время этого визита в Швеции, и принял решение оставить людей, летчиков несколько, которые будут изучать вот эту возможность получения гриппинов, в том числе, чтобы усилить наш авиапарк. Ну, мы в дальнейшем, понимаете, что мы должны заменить полностью советскую технику. Самолеты многоцелевые, о которых мы сейчас говорим, американский, шведский, и мы потихоньку будем выводить, наверное, из строя старые советские самолеты. И прям-таки не то, что поединично, а, возможно, какой-то тип. Потому что много различных типов самолетов, это тоже накладывает определенные трудности их содержанием и обеспечением. Поэтому, если будем получать достаточное количество западной техники, то, соответственно, советская будет уже уходить в историю. Юрий, и командующий воздушными силами Украины Николай Лещук, он также говорил еще о приоритетности поставок самолетов в Украину. Говорил, что на первом месте у нас сейчас F-16, а уже далее идут гриппины, после этого также идут еще французские самолеты, Рафаль, британские. Да. И звучало сообщение от Дани, что самолеты F-16 первые, возможно, будут уже к концу этого года, то есть к Новому году. Можно ли ожидать, что к концу этого года в Украине появятся и другие типы самолетов? Ну, да видите ли, у меня тут некоторые фразы берут, вырываясь из контекста. Игнант заявил, что не получит Украина самолетов в этом году. Все сразу уже настроение страны совершенно в другом русле и так далее. Ну, я, во-первых, так пессимистически никогда не говорю. Это, ну, это, знаете, на публику нужно подбирать слова, и это правильно в нашем случае. Когда они будут, были разные заявления. Вот, начнем с самых пессимистических, так. Неназванные там источники Вашингтон-Пол заявили, что к лету следующего. Министр наш Кулеба иностранных дел сказал, что в марте. Министр обороны сказал, что к концу года или в начале следующего. Дания уже тоже. Заявления разные. Ну, у каждого свое мнение. У каждого есть какие-то определенные источники информации, какая-то позиция в плане коммуникации. Мы же будем в наших витерных силах, воздушных силах сдержаны. Когда дадут нам, тогда как только, так сразу. Поэтому наше дело освоить эти самолеты. И мы очень ждем их еще в этом году. Конечно же, все будет зависеть от результатов подготовки летчиков, иноземного персонала. Не обученными нельзя. Ошибки в авиации не прощаются и стоят очень дорого. Поэтому, если пилоты освоят их быстрее, а у каждого пилота индивидуальный уровень подготовки, и он может сделать это быстрее, кто-то быстрее сдаст тесты, поставит ему плюсики, все, он уже готов. Юрий, если еще о заявлениях и как раз об освоении. Министр обороны Украины Алексей Резников буквально недавно говорил о том, что для того, чтобы обучиться на самолетах F-16, нужен этот определенный срок. Мы вспоминали также, что на обучение ЗРК Патриот должно было бы выделяться 10 месяцев. Наши парни обучились за 10 недель. Может ли такое произойти, ускоренное обучение в освоении самолетов? Ну, я вам на это уже и намекаю, собственно. Поэтому, знаете, наши люди чудеса творят и на войне, на линии фронта. И наши летчики и другие, кто обеспечивает деятельность авиации, которые будут обучаться, прекрасно понимают цену, которую сегодня на поле боя платит украинский солдат, украинский воин. Поэтому они сделают все для того, чтобы как можно быстрее прилететь в Украину уже и выгнать оккупанта с наших территорий. Но в частности, чтобы это сделать, нам нужно завоевать превосходство в воздухе. То, что сколько их сейчас там летает, очень много. Ну, если появится хотя бы несколько самолетов, вот, F-16, а вокруг них будут еще там МИГи и сушки летать советские, вот такая толпа пойдет, микс такой, да. Но, естественно, когда понесут они первые потери от американских ракет, с американских истребителей или шведских, вот тогда вот уже будет совсем другая история. И уже не будут они свободно себя так чувствовать и на море, в пространстве воздушном на море. И кораблики тоже могут потесниться, ну, или уйти на дно. Поэтому все, когда мы получим этот самолет в достаточном количестве и обеспечим воздушные прикрытия по всей линии фронта, вот тогда это и сломает полностью ход боевых действий и нашу пользу. И мы обеспечим освобождение наших земель. Юрий, командующий воздушных сил Николай Олещук также заявил, что самолет F-16 уже садился в Украине. Далее хочу процитировать. Самолет F-16, он был в Украине, он садился на наших аэродромах. Мы проводили совместное учение с пилотами F-16. И у нас есть опыт эксплуатации, соответственно, самолета F-16. Конец цитаты. Юрий, скажите, а россияне имеют возможность сейчас получать информацию о том, какие самолеты были в небе над Украиной? Они могли видеть прилет этого F-16? Ну, смотрите, давайте сразу расставим точки над фейковыми новостями. Если командующий... Я был тоже в студии, я слышал интервью и смотрел. Были в Украине в 2012 году, в 2012 году, F-16, в Миргороде, Полтавской области, где обеспечивали воздушные прикрытия во время Евро-2012, как Украина с Польшей проводила чемпионат. Вот и все. Это и было фактическое обеспечение. Вместе с украинскими истребителями они обеспечивали вот эту безопасность проведения чемпионата. Далее, в 2018 год, это уже были F-15, F-15 Eagle, чисто небо, чистое небоучение, в Староконстантиново-Эхменистской области. Там летчики тоже уже проводили такие воздушные бои, там разные маневры вместе с американскими пилотами. То есть было противостояние советской и американской техники, делались какие-то уже выводы, что можно, что лучше. И, возможно, этот опыт уже и помогает. Об этом шла речь. Но то, что F-16 были в Украине, и кто-то на них уже где-то учился, это совершенно не соответствует действительности. Вот эти два события, которые были, 2012 год и 2018 год. F-16 и F-15. Поэтому назвать это вот какими-то такими... То, что наши самолетчики в кабине могли взять управление на себя, то есть американские летчики, это когда Спарка, два пилота сидит, вот американец и наш, в F-15 или F-16. Давали нашим пилотам ощутить себя в кабине, немножко там поманеврировать в воздухе. Ну, элементарные приемы. Это называется ознакомительный полет. Вот такой опыт, да, безусловно, был. Вот это имел в виду командующий. Юрий, а если все же говорить о том, что видят сейчас россияне? Мы частно с вами обсуждали ситуацию в небе прямо в нашем эфире. Вы говорили, что в воздушном пространстве сейчас одновременно могут находиться до 20 самолетов вражеской авиации. Видят ли подобное россияне сейчас? Ну, у нас на территории, да? Да, 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 да. Ну, конечно, видят. У них постоянно дежурят, ну, у них и более 20 самолетов. 30-40 может находиться одновременно в воздухе. Я имею в виду, это воздушные цели. Это беспилотники, там около таких оперативно-тактического уровня, может быть, до 10 беспилотников. В то же время, там несколько Ил-22, воздушных пунктов управления. Также самолет дальнего радиоакционного обнаружения, А-50, 1-2 может находиться в воздухе. Ну, и истребительная авиация, то есть Су-35, который есть основная угроза нашей авиации. То есть это самолет, который имеет вооружение современное, дальнобойные ракеты воздух-воздух. Вот он постоянно тоже в воздухе. Ну, и другие типы тактической авиации. Ну, и плюс вертолеты и штурмовики. Это К-52, это Су-25. Их вообще, может быть, даже и не видно у нас на радарах, потому что они очень низко летают и, соответственно, не попадают в зону действия радиоакционных станций. Попадают и пропадают. Вот авиационная активность очень серьезная. И противник тоже ведет постоянно наблюдение за предвижением нашей авиации с помощью самолета А-50, дальнего радиоакционного обнаружения. Он может быть как на севере, так и на юге. Ну, в частности, он в акватории Азовского моря чаще всего ведет воздушную разведку. Их интересует более вот линия фронта, какие там наши воздушные цели. Естественно, вся эта информация с этого самолета передается в режиме реального времени на командные пункты, на самолеты, в которых пилоты в настоящее время летают. И они видят даже не своим радаром, а с помощью А-50. И могут делать определенные выводы и знать, где наши летчики находятся. Это, по сути, тоже, да, что говорил Николай Ильичук, что украинские самолеты находятся под угрозой атаки сразу, практически после взлета с аэродрома. Скажите, как приходится защищать всю нашу технику от такого слежения со стороны противника? Да никак. Профессионализмом наших людей, которые уже и на земле проведут оперативную работу, то есть органы военного управления. Ну и сами летчики, которые знают, уже научились. К сожалению, это учеба и эта практика заплачена за нее большую цену. То есть это жизни летчиков, которые уже давно не с нами. Ну, они научились уходить, делать маневры определенные, которые позволяют им выжить и успешно выполнять задачу. Взлет с оперативных аэродромов под определенными заходами, когда противник не должен знать, откуда, где, в каком месте рассредоточена наша авиация. Вот это все должно работать как единый механизм. Самолеты взлетают, выполняют задачу, входят фактически в зону поражения вражеского ПВО, не только ПВО, а в зону поражения вражеского истребителя. По ним может быть отработано, по одному-двому нашим самолетам сразу лететь несколько ракет, 2, 3, 4, 5 разных типов. И АС-300, АС-400 и Р-37, опасная ракета, скоростная с истребителя, дальность которой более 200 километров. И вот пока враг уже это все выпустил, наш летчик должен применить свое вооружение, это Джейдам или Хармтон, и нырнуть вниз и улететь. То есть фактически зная, что по нему уже летит несколько ракет. И это позволяет сегодня выполнять задачи успешно и беречь технику и свою жизнь. Вот в таких условиях работают пилоты. Если будет F-16, будет совсем другая история. И они знают об этом. Они прекрасно знают, что этот самолет может сделать, перевернуть полностью все. И сегодня пропагандоны кремлевские, ну часто вот в Африке там не особенно влияет информационно, на арабский мир, что Украина там шансов нет. Нет, когда Америка бы хотела, давно бы дала и самолеты, и наемники бы пришли в эти самолеты. Ну подсказывают нам, как правильно нужно делать все это перевооружение. Вот, поэтому когда это будет, еще все изменится и так далее. Идут вот такие вот накачивания мозгов, мозгов россиян. Юрий, а позвольте спросить как раз о накачивании мозгов. Вот есть такая информация, она тоже приходит даже из США. Ваше мнение интересно. Вот цитата. Отправка F-16 в Украину не изменит ситуацию на поле боя в одночасье. Потребуется месяц, если не годы обучения, чтобы получить максимальную отдачу от этих самолетов. Об этом пишет американский телеканал CNBC. Это оружие не серебряная пуля, так сказал Мик Райан, генерал-майор австралийской армии в отставке и научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований. Большие регалии, большой какой-то телеканал и так далее. Как вы относитесь, собственно, ко всем этим заявлениям? И действительно ли появление F-16 ничего не изменит на поле боя? Есть множество экспертов и у нас в Украине, которые говорят, да, вы там холодный душ примите, да, когда вот увидите, что, в принципе, ничего не изменит и так далее. Ну, что я могу сказать этим людям? Ну, авиация, это немножечко издалека, но быстро постараюсь. Авиация, это, ну, серьезное технологичное оружие. Прилосходство в воздухе позволяет выигрывать наземные операции. Это уже доказано во всех мировых конфликтах. То, что Россия сегодня имеет мощную авиацию, это то, что, ну, вкладывались огромные средства, огромнейшие средства для модернизации существующего парка самолетов типа Ту и Мих. Украина, к сожалению, ничего не сделала за независимость, чтобы обеспечить свои потребности, хотя бы модернизации какой-то, да. Были там какие-то, как я знаю, спробы, спробы модернизировать МиГ-29 и так далее. Ну, это, да, попытки. Но дело в том, что ничего нам фактически не дало, поэтому, скажем так, авиация, когда вот были запросы командования, тогда еще ВПС, військово-повитренных сил, сейчас объединились в один вид, ЗРВ и авиация, понятно, ППО и авиация. Вот были много, множество запросов, предложений о том, что Украине нужно. И, к сожалению, авиация была всегда, отклонялась на задний план, потому что это очень дорого. Это очень невыгодно, да и кто на нас будет нападать. Ну, то есть, и мы получили сегодня, получилось так, что мы пришли в эту войну с самолетами 70-х годов. И не можем противостоять воздухе российской авиации более технологично. Если, есть эксперты типа, есть там Том Купер, да, он австрийский, кажется, тоже такой именитый, проукраинский, вот тоже говорит, дайте, за эти деньги дайте им Хайнерсов, дайте им там еще там назем артиллерии и так далее. Вот это вот оружие, оно уже есть, оно уже работает, оно уже сможет изменить. Но, извините, но прилетят российские самолеты, уничтожат и ПВО, и Хайнерса, и толку. Поэтому, я говорю, про роль и место авиации уже много рассказано. Невозможно достичь успехов на поле боя без прикрытия с воздуха. Да, если бы не было надобности, то и россияне ее бы не использовали. Да, сейчас дроны, ну, конечно, сейчас дроны тоже камикадзе ударного типа и другие вот FPV-дроны, да, которые сегодня все же более массово применяются, тоже это открытие этой войны, так, они очень огромную роль играют сегодня на фронте. Но вместе с этим, без большой авиации, без тактической авиации, которая будет держать воздух, ну, как-то будет сложновато. Вот вертолеты российские К-52, которые сейчас противостоят нашим бронетанковым подразделениям, которые, ну, головная боль, скажем прямо, их нужно чем-то уничтожать. Ну вот, поэтому нам нужна авиация, нужно превосходство в воздухе, и когда мы отодвинем их подальше, ну, тогда уже будет совсем другая история. Юрий, если говорить еще о защите нашего неба, немецкое правительство объявило, что в новом пакете военной помощи Украине будут зенитно-ракетные комплексы АРСТ-СЛС. В данной модификации эти ЗРК передаются впервые, идет такое уточнение. На что они способны, и в чем их отличие от той системы, которая уже применяется украинскими силами ПВО? Или отличий никаких нет? Ну, ракеты у Айрисов одноименные, да, они так и называются, АРСТ. Эти же ракеты, что в той установке предыдущей, той, что вы назвали сейчас, они же и применяются в авиации, и Гриппин, кстати, использует их как... Это авиационная ракета, использует их для поражения воздушных целей, и другие типы натовских самолетов. То есть АРСТ универсальная ракета. Вопрос в установках, которые мы имеем сегодня, и которые нам дают дополнительные наши немецкие партнеры. Данные установки, о которых идет речь, они на гусечной основе, и могут работать, в принципе, самостоятельно, ну, по принципу БУК М1. То есть поддерживать наши войска непосредственно на передней линии фронта. Ну, могли бы, да, я не говорю, где они будут стоять на самом деле, будут приниматься решения нашим руководством высшим. Но фактически на гусечной основе, высокой проходимости, они смогут поджидать противника там, где нужно, и обеспечивать воздушное прикрытие. А как работает АЭС, мы уже видели. Отдача почти, ну, почти, скажем так, а может быть, не почти, даже стопроцентная. Одна ракета, одна цель. Вот такие установки сегодня прибывают или прибыли в Украину, и могут работать, чем ее особенность, так, что могут работать автономно, имея свой радар подсвета, который может находиться в кустах и ждать своего часа, когда появится Рашидский Су-35 и уничтожить его. Юрий, давайте обсудим еще то, что происходит сейчас на России. Как говорят, Министерство обороны Российской Федерации заявили, что 19 августа произошла некая атака на военный аэродром в Новгородской области, где базировались дальние сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3. Там утверждают, что беспилотник нанес повреждения по крайней мере одному самолету. В сети появлялись кадры горящего самолета. Вот сейчас мы их демонстрируем. Аналитики Института изучения войны пишут о повреждении как минимум двух стратегических самолетов после такого пожара. Что вам известно о происшествии на аэродроме Сальцы и насколько велика потеря? Есть ли она? Ну, мне, к сожалению, много неизвестно. Ну, как и вы, я просмотрел эти кадры, даже себе на страничку запустил на память. На Ибуде стоит. Вот потому что каждый такой самолет уничтоженный, это все-таки снижение боевых возможностей российской авиации. Мы помним, не первые такие события уже происходят. Год назад или более тоже было, что-то происходило в Рязани и в Энгельсе было, поэтому и было принято решение руководством оккупантов расстредоточить авиацию дальнюю и стратегическую по разным аэродромам, которые могут их принимать. Ну, вот такое, так бывает. Так бывает, когда ведешь агрессивную войну против своего соседа. Я думаю, что чем больше таких событий, тем будет лучше для нас. Да, и так бывает еще и с беспилотниками, когда начинаешь войну против Украины. Какие-то неизвестные беспилотники атакуют и Белгородскую область, и в Подмосковье сегодня заявляли. И в британской разведке говорили, что эти налеты неизвестных беспилотников очень стратегически важны сейчас для Украины и для наших сил. Что вы думаете о всех этих атаках, которые происходят сейчас на территории России? Может ли Россия сама бомбить свои города для того, чтобы потом обвинить в этом Украину? Ну, не знаю. Пускай они себе делают, что хотят, но дело в том, что если есть определенная сила, которая влияет на деятельность российской авиации, то есть они уже не могут себе позволить то, что хотят. Они не могут себе позволить сосредоточить большое количество бомбардировщиков на каком-то аэродроме, условно, на севере или на юге. Тоже Моздок они используют, Шайковку и так далее. Они уже боятся, не понимают, что может быть неприятность. И уже вносят коррективы, убирают их подальше. Но это в коей мере влияет на ход боевых действий. Но я бы сказал ранее так, хотелось бы просто больше, чтобы самолетов было поражено, чтобы мы видели больше таких факелов. Но много еще, к сожалению, у них и Ту-22, и Ту-95. Там, может, не все достойны в хорошем состоянии. Самолетов достаточно у них. Вопрос в ракетах. Достаточно ли ракет? Потому что самолет самолетом, но без вооружения он будет просто самолетом. Поэтому все-таки нужно работать в плане недопущения поставок запчастей, о которых мы тоже с вами тысячу раз говорили. Западное производство, которое позволяет им создавать оружие, оружие, которое у нас высокотехнологичные ракеты, дроны, самолеты и так далее. Юрий, спасибо вам большое за этот разговор и за ваши комментарии. Юрий Игнат, спикер командования воздушных сил Украины, был с нами в эфире. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.